Ёлку новогоднюю дедушка принёс. Он был просто дедушка, а не Дед Мороз. Нужно выбрать место, где поставить ёлку. Нужно сдвинуть кресло, переставить полку. Ёлка слишком высока, достаёт до потолка. Это для Андрюши украшают ёлку. Дедушка повесил золотую пчёлку. «Нет», — сказала мама, — «тут повесим стадо. Я же лучше знаю, что ребёнку надо». «Ой!» — кричит соседка. «Галя комсомолка, ни одной хлопушки. Разве это ёлка?» Мама от волнения встала на рассвете. Бабочку забыли в золотом пакете. На руках у мамы перед яркой ёлкой Маленький Андрюша, мальчик с белой чёлкой. Вот бегут соседки, мамины подружки. Погляди на ёлку, все кричат Андрюшки. В комнате веселье, там полно народа. Он один спокоен, мальчику полгода. Но зато в восторге Галя комсомолка. Начинаем танцы! У Андрюши ёлка. С утра сидит на озере любитель рыболов. Сидит, мурлычет песенку, а песенка без слов. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Озеро глубокое, удачным будет лов. Сейчас поймает окуня, любитель рыболов. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Песенка чудесная, и радость в ней, и грусть. И знает эту песенку вся рыба наизусть. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Как песня начинается, вся рыба расплывается. Я занимаюсь боксом, я увлекаюсь боксом, а мама уверяет, что дракой я увлёкся. Беда, вздыхает мама, я так удручена, что вырастила сына такого драчуна. Я маму звал в боксёрский зал, она мне отказала. Нет, говорит, я не могу, я убегу из зала. И заявила прямо, на бокс смотреть противно. Я говорю ей, мама, ты мыслишь неспортивно. Вот, предстоит мне первый бой, мне так нужна победа. Противник мой привёл с собой двух бабушек и деда. Явилась вся его родня, все за него, против меня. Он видит всю свою семью, поддержку чувствует в бою. А я расстроен, я сдаю. А защищать мне нужно честь школьников Рязани. Вдруг вижу, мама, мама здесь, сидит спокойно в зале. Сидит в двенадцатом ряду, а говорила, не приду. Я вмиг почувствовал подъём. Сейчас противника побьём. Вот он при всех ребятах запутался в канатах. Но, как я дрался смело, я подбегаю к маме. Не знаю, я сидела с закрытыми глазами. Андрей, воробей, не гоняй голубей. Гоняй галочек из-под палочек. Не клюй песок, не тупи носок. Пригодится носок, клевать колосок. Мама говорила маленькому Андрюше, что детей находят в капусте. И он как-то со страхом начал смотреть на тушёную капусту с мясом. Субтитры сделал DimaTorzok